Так, ну что, я думаю, можно начинать. Всем привет. Сегодня расскажу вам про создание игры под Commodore 64. Никому не закрываю. Про то вообще, что это за машина такая, как она внутри устроена. Я думаю, большинство спектрумисты, поэтому будет интересно посмотреть, что там. Ну и расскажу, как я под эту железяку написал игрушку, какие для этого пришлось местами применить ухищрения. Будет не сверхглубокое покружение, так, надеюсь, довольно интересно. Вначале пару слов о том, кто такой, откуда взялся. Меня зовут Кирилл, я нажимаю кнопки. Вообще, у меня есть два мало связанных между собой увлечения. Собираю старые железки и пишу игрушки. С детства мечтал писать игры, сейчас занимаюсь совершенно абсолютно не этим, но продолжаю писать игры в качестве хобби. С 2013 года мы с ребятами собираемся в основном на разных хакатонах. Как правило, за выходные пишем какие-нибудь простенькие игрушки. И вот за это время успели наколбасить вот столько. Где-то в одного что-то писал, что-то команда писали, что-то без меня. Такая история. Ну и старые железки. Насобирал их за долгие годы очень много. Начинал с портативок, со временем как-то стал собирать менее портативные вещи. И возникла идея взять эти два хобби, совместить, написать какую-нибудь игрушку под какую-нибудь старую железку. Так и появилась эта игра. Но перед тем, как я про нее расскажу, еще пару слов надо сказать о прекрасных людях, без которых эта игра была бы невозможной. Делал я все это не один. Во-первых, огромное спасибо Тимофею Макеенко. Это человек, который придумал концепцию игры и нарисовал всю графику. Вот. Он очень крутой. Вчера вы могли в этом убедиться лично, когда он рассказывал про аналоговое ТВ из 90-х. Также Олег Никитин, известный, наверное, кому-то, как Ника, написал музыку для игры. Вообще он обычно пишет под А-Игрик, но не боится экспериментов. Поэтому, когда Тимофей попросил его что-то написать под СИД, он согласился. И, на мой взгляд, получилось классно. Написал два трека для игры. Вот. И Сергей занимался дизайном уровней, предлагал какие-то поправки в геймплей. Так что без него эта игра тоже бы не получилась. Огромное ему спасибо. Также и другим людям, которые принимали участие в тестировании, предлагали идеи и так далее. Ну что ж, как появилась эта игра? Мы с Тимофеем много лет назад, в 2018 году, пришли на очередной хакатон Людум Даре, где надо было за выходы написать игру. Тогда он проводился, по-моему, в офисе Wargaming в Питере. И тема хакатона была «Sacrifices must be made». Типа жертвы должны быть принесены. И Тимофей придумал идею, концепцию игры, в которой персонаж, чтобы пройти дальше, должен постоянно умирать. Придумал нуарный сеттинг. И работа закипела. Тимофей стал рисовать, я стал нажимать кнопки. И в итоге в конце второго дня у нас получилось что-то вот такое. Платформер. Написан он под фэнтезийную консоль TIG80. Ну, грубо говоря, это игровой движок с ретро-стилистикой. Вот. Получилось вот так. Написано на языке Lua. И потом возникла мысль переписать это на настоящее ретро-железо. Но эта мысль висела где-то в воздухе до 2021 года до конца. А потом как-то вот Яндекс организовывал ретро-геймс-бэттл. И мы решили пора. Пора взять и наконец-то переписать это из ретро-стилистики под настоящее ретро. Ну вот. Теперь пару слов про Commodore 64. Что это за машина? Работает она на процессоре 65, MOS 6510. В зависимости от региона частота чуть больше или чуть меньше мегагерца. У него 64 килобайта оперативной памяти, 16 цветов, разрешение 320 на 200. Палитра вот такая очень специфическая у него. И прекрасный трехканальный звук. К сожалению, я со звуком не работал. Этим целиком занимался Олег. Поэтому вот звук у Commodore очень классный. Но я про него, к сожалению, ничего не могу рассказать. Поэтому в этом докладе мы звук опустим. Но он определенно стоит внимания. У Commodore из специфической палитры и характерных широких пикселей двойной ширины. Очень узнаваемая картинка. Вот пример игр, как выглядят игр под Commodore. Вполне себе узнаваемо. Широкие пиксели, палитра. Вот пример современной игры под Commodore 64. Плавная прокрутка во все четыре стороны. На Commodore этого добиться достаточно тяжело. Но человек сам по себе довольно крутой кодер. Ну и стоит на плечах гигантов. За долгие годы существования и популярности Commodore 64 удалось открыть множество интересных, хитрых техник, которые позволяют добиться на Commodore классной плавной графики. Подробнее про железо. Процессор 8-битный. У него всего три регистра. Набор инструкций очень маленький. Всего 56. Из интересных фишек. Первая страница памяти. Адреса от 0 до 255. С ними процессы работают чуть быстрее. Они используются для непрямой адресации. У него, к сожалению, довольно много ограничений. Никаких там умножений и делений. Понятно, что плавающей точкой даже не пахло. Нет инструкций, которые работают с 16-битными значениями, как у Z80, например. Регистров маловато. Приходится постоянно что-то куда-то перекладывать в память, из памяти грузить. Вот это у вас все достаточно неприятно. И косвенная адресация работает только через Zero Page. И какая, к черту, плавающая точка, когда даже арифметика у этого процессора работает только с учетом флага переноса. Нельзя сложить или вычесть без учета флага переноса. Поэтому, когда мы складываем значения, если мы не знаем, каким был флаг переноса до операции, надо его сбросить, инструкция CLC. Если мы что-то вычитаем, надо флаг переноса выставить. И самая, наверное, такая неприятная особенность 6502, если вы до этого там по Z80 что-то писали, под Wintel. Инструкция CMP с флагом переноса работает не так, как вы ожидаете. Флаг переноса выставляется, если значение операнда меньше либо равно значения в аккумуляторе. То есть, ну, CMP это, по сути, вычитание. И обычно флаг переноса выставляется, если произошло переполнение при вычитании. Если оперант больше того, что лежит в аккумуляторе. Здесь наоборот. Поэтому после Z80, ну, как-то непривычно. А в остальном довольно-таки неплохой процессор. Писать под него было очень приятно. А еще он достаточно быстрый. Взять константу, положить ее в аккумулятор. Два цикла. Взять из ZeroPage адрес, прибавить к нему значение индексного регистра. И по полученному адресу взять значение, положить в аккумулятор. Пять циклов. Ну, или шесть, если после прибавления вы перескочили на соседнюю страницу памяти. Что достаточно хорошо. Вот. Как устроена работа с периферией? У Commodore есть видеоконтроллер WIG2. Он адресует всего 16 килобайт из 64. У него общая память с процессором. И этот контроллер можно навесить на одну из четырех страниц по 16 килобайт. И даже можно на лету эти страницы переключать. То есть, таким образом можно добиться более динамичной графики. Там переключаться между экранами быстрее. Не грузить что-то в видеопамяти. Вот. Вся работа с периферией происходит не через порты, там как на Z80, а через Memory Map IO. То есть, мы просто пишем какие-то значения по каким-то адресам в адресном пространстве. Но на самом деле запись происходит в регистры периферийных устройств. Таким образом происходит работа с видеоконтроллером WIG2, со звуковым чипом и другой периферии. Также в адресном пространстве, кроме оперативной памяти, висят еще и ROM чипы. Basic ROM – Basic. Kernel ROM – это что-то вроде биоса коммодоровского. Там лежат разные полезные функции для работы с последовательным портом, с дискетой и так далее. Что интересно, эти ROM чипы можно отключить. И тогда по этим адресам появится оперативная память, с которой можно будет спокойно работать. Но и это не самое интересное. На самом деле, даже когда в адресном пространстве эти чипы торчат, запись по этим адресам приводит к записи в оперативную память. А чтение уже происходит из ROM чипов. Поэтому можно сделать очень хитро. Значит, можно включить Kernel ROM, из него дергать какие-то полезные функции, чтобы не писать велосипеды. И по этим же адресам на этот банк памяти подключить видеоконтроллер. Тогда можно писать что-то в оперативу. Видеоконтроллер будет эти данные оттуда читать и показывать на экране. А мы будем, работая с этими адресами, на чтение, работать с Kernel ROM. Такой хитрый хак. Правда, я его в игре не использовал. Но он есть. Вот. Еще из интересного. Подробнее поговорим про видеорежимы. Их в Commodore 2. Основных. Текстовый и графический. Текстовый экран разбит на сетку 40 на 25 знакомест. Графический. Можно адресовать каждый пиксель на экране. Но со своими приколами. Потому что у Commodore цветовые атрибуты Color RAM, так называемые, лежат отдельно. И это тоже сетка 40 на 25. То есть каждый квадрат 8 на 8 пикселей в этой сетке может быть только одного цвета. Грубо говоря. Есть хаки, которые… Ну, ладно, не хаки. Есть видеорежимы, которые позволяют цвета разнообразить. Но у них свои ограничения. Причем, в отличие от спектрума, у которого может быть цвет переднего фона и цвет заднего. Ну, background. Отдельные цвета для каждого знакоместа. Здесь цвет фона общий для всех. Вот. Поэтому жить с графикой немножко тяжело, но можно. Основные видеорежимы. Я работал с текстовым, поэтому вот какие они бывают. Первый называется Hi-Res. У вас цвет фона общий для всех. Цвет переднего плана у каждого знакоместа может быть только один. Но он называется Hi-Res, потому что можно раскрашивать каждый пиксель индивидуально. Если вы хотите больше цветов за счет меньшего разрешения, есть режим Multicolor. Здесь появляется в одном знакоместие два дополнительных цвета. Но со своим ограничением. Эти два новых цвета для всего экрана тоже должны быть одни и те же. То есть уникальный цвет в каждом знакоместие по-прежнему только один. Остальные два должны быть одинаковые для всех. И еще один интересный видеорежим. Если вы хотите, с одной стороны, много цветов, а с другой стороны, и пиксели, чтобы были красивые, четенькие. Есть так называемый режим Extended Background. Здесь появляется три дополнительных цвета заднего фона. И поэтому почти как на спектруме можно каждое знакоместо раскрасить в два цвета уникальных. Но это происходит за счет того, что размер character set снижается с 256 символов всего лишь до 64. Вот. Поэтому если рисовать что-то на Commodore одним видеорежимом, сделать что-то красивое, мне показалось достаточно сложным. Но, к счастью, у Commodore эти видеорежимы можно комбинировать с помощью растровых прерываний. И разные части кадра можно рисовать в разных видеорежимах. В игре сделано так. Значит, облачка сверху рисуется мультикалором, чтобы там было несколько оттенков серого. А вот задний фон, он раньше рисовался режимом Hi-Res. А потом я подумал, блин, а я хочу окошечки зажечь в окнах желтеньким. И поэтому переключил это в режим Extended Background. И таким образом цвет переднего фона здесь черный, а цвет Background либо серый, либо желтый. Ну и кадр игры выглядит так. Облачка у нас с мультикалором, город этим Extended Background и вот передний план, уровень сам тоже мультикалором. Сверху худ нарисован спрайтами, о нем еще поговорим. Кстати, про спрайты. Да, видеоконтроллер в Комоде поддерживает спрайты, их аж целых 8 штук у него может быть. И как и в остальной комодовской графике, есть два режима Hi-Res, мультикалор. Hi-Res один пиксель, один цвет на спрайт, мультикалор, три цвета на спрайт, широкие пиксели, два дополнительных цвета, общие для всех спрайтов. Поэтому, чтобы что-то нарисовать красивое спрайтами, приходится их комбинировать, несколько разных накладывать друг на друга. И с помощью магии можно добиться вот такого красивого персонажа, которого нарисовал Тимофей. К сожалению, из-за того, что он у нас большой, красочный, такой весь четенький, он у нас занимает 4 спрайта из 8. Короче, персонаж отожрал половину нашего бюджета на спрайты, но в принципе это тоже можно обойти. Так, еще одна фишка Комодора – это поддержка аппаратной прокрутки. Почти как в Nintendo, но не совсем. Да. Нет. Одновременно по одним и тем же координатам рисуешь спрайты. Да, у видеоконтроллера есть приоритет, то есть каждый спрайт на своем, скажем так, слое. Поэтому они накладываются без проблем, не мерцают, все хорошо. Да. Ну, будет мерцание, но это тоже… Да, да, да. Ну, наверное, на кинескопном телике будет выглядеть почти нормально. Хотя, я думаю, мерцание все-таки будет заметно. И, честно говоря, я не очень хорошо шарю в библиотеке Комодоровских игр, но я не встречал игр, которые используют такую технику, чтобы там добавить больше цветов или чего-то такого. Вот. Но, наверное, технически можно. А возвращаемся к аппаратной прокрутке. Вот так она устроена на Nintendo. Значит, в видеопамять распаковывается какой-то набор тайлов, а на экране рисуется маленькое окошко из этой видеопамяти. И мы можем это окошко перемещать, и таким образом, если у нас персонаж бежит по экрану, и мы перед ним подгружаем новые данные уровня, нужно за один шаг прогружать всего лишь один столбец уровня. Очень легко, незатратно, остается куча процессорного времени для игровой логики. У Комодора аппаратная прокрутка всего лишь на 8 пикселей по горизонтали и по вертикали. То есть вращать видеопамять целиком нельзя, только в пределах одного знака места. Ну вот небольшая демонстрация этой техники. Мы просто в цикле дергаем регистр. У регистра D016 три младших бита отвечают за значение горизонтальной прокрутки от 0 до 7. Ну и здесь мы просто дергаем эту прокрутку, и получается вот такой эффект дрожания воздуха. Я пытался то же самое сделать с вертикальной прокруткой, но там включаются разные хитрые штуки с бедлайнами и прочим. Там кадр просто разрывается в клочья, поэтому показывать не буду. Вот. Что нужно делать, чтобы прокручивать уровень, чтобы сделать вот эту плавную прокрутку у платформера? Нужно брать и вот этими руками все тайлы перемещать на один влево или вправо, в зависимости от того, в какую сторону вы бежите. Размер уровня по вертикали 16 блоков, его ширина 40 символов, поэтому за один кадр нужно переместить 40 умножить на 16. Что это? В общем вот столько байт. Вот. Чтобы это было незаметно глазу, можно сделать двойную буферизацию. В текстовом режиме вся видеопамять занимает всего лишь 1000 байт. И поэтому можно хранить несколько страниц памяти, несколько экранов в памяти и приключаться между ними. Соответственно, когда персонаж бежит вперед, мы в фоне, в копию экрана рисуем уровень, сдвинутый на одно знакоместо влево или вправо. А когда персонаж добегает до края вот этого знакоместа, мы переключаем экран и начинаем рисовать копию. И в это время мы продолжаем обновлять, скажем так, первую копию видеопамяти. И так, пока персонаж бежит вперед, мы переключаемся между этими двумя копиями и добиваемся эффекта практически… Ну, бесшовной такой прокрутки. Не знаю. Нет. Да, это была игра, где появилась плавная прокрутка как будто бы вот с регистрами. Здесь все-таки попроще, потому что попиксельно можно прокручивать экран одним регистром. Это легко. Но вот обновлять знаками 100 8 на 8, когда прокрутка уже докрутилась до 8, вот здесь приходится вот так руками мешать. А на ПК, я так понимаю, каждый пиксель приходилось прокручивать руками. То есть там не было аппаратной никакой прокрутки. Нет, не обязательно. Здесь не нужно подстраиваться под ход луча. Мы рисуем одну копию экрана. В это время мы обновляем другую копию экрана. Где-то там мы ее сейчас не показываем, поэтому ее обновление происходит незаметно для глаза. А когда мы добегаем до края экрана и пора копии поменять, мы просто один регистр дергаем у Commodore, и он начинает рисовать уже обновленную копию, уже прокрученную на нужное значение. А регистр прокрутки, которым мы в это время двигали экранчик попиксельно, мы сбрасываем до нуля. Да. Вот в текстовом режиме можно так делать, да. Поэтому хранить несколько копий одновременно, и из-за этого можно вот так. Ну, копировать приходится всю видеопамять. Сейчас прошлый слайд покажу. Копировать приходится вот этот весь кусок перемещать на один байт влево или вправо. Вот. На каждой… Ну, скоростью персонажа 2 по горизонтали, поэтому каждые 4 кадра. Надо полностью все это копировать. Вот. Из-за того, что у нас есть растровые прерывания, мы можем с разной скоростью прокручивать разные слои экрана, и из-за этого можно добиться эффекта пролакса. И в игре используются 3 слоя. Они, к сожалению, друг над другом не рисуются. Они разделены по вертикали довольно строго. Вот. Но, тем не менее, вот 3 слоя вращаются. Довольно красиво получилось, на мой взгляд. Но всегда есть люди, которые делают это лучше. Слышу. Да. Что это? Нет, это 20 фпс. Вы можете посмотреть на компе рядом с монтажной студией, как это выглядит в жизни. В жизни, ну, 50 фпс на паловском комодоре поплавнее выглядит. Ну, это гифка 20 фпс. Да. А так-то в жизни оно поплавнее. Вот. Всегда есть люди, которые умеют это делать лучше. Вот так выглядит ультимативный пример пролаксного скроллинга. Он здесь, кстати, не только горизонтальный, но еще и вертикальный на гифке не видно. Здесь, ну, слоев 10, наверное, не знаю. Игрушка называется Parlexion. И здесь показана отладочная информация. Вот эти цветные полосы на бордюрах. Это каждый цвет. Это отдельный обработчик растрового прерывания, который что-то делает с изображением, как-то меняет видеорежим. Вот. То есть достаточно такой мощный, потный код. Окей. Поговорим про другие визуальные штуки. У нас сверху нарисован HUD. Он нарисован спрайтами. И персонаж нарисован спрайтами. И если так посчитать, то получается, что на экране находится сразу 7 до плюс 4, 11 спрайтов из 8 возможных, откуда они взялись. Приходится ими жонглировать на лету, чтобы нарисовать вот такое. Называется спрайт мультиплексный. Значит, мы рисуем сверху HUD. Пока у нас видеоконтроллер рисует вот эти вот верхние строки экрана. Мы рисуем HUD. У нас в спрайтах лежат битмапы, сердечек и таймер. Потом мы это все дело нарисовали. Видеоконтроллер начинает рисовать следующие слои экрана. Не обращайте внимания на мусор здесь. Не суть. Это отладчик так нарисовал. И мы потихонечку добираемся до линий, на которых надо рисовать котика. К этому моменту мы обновляем спрайты и теперь там лежат битмапы котика. Поэтому, когда контроллер добегает до нижних линий, мы уже рисуем котика. И приходится на каждом кадре переключаться вперед-назад, рисовать то сердечки, то котики. В общем, переиспользовать одни и те же аппаратные спрайты, чтобы нарисовать одновременно несколько, скажем так, программ. Возникает вопрос. А что будет, если котик запрыгнет куда-то туда, в облака, туда, где у нас рисуется худ? Как поступить в этой ситуации? Потому что мы не можем одни и те же спрайты на одной линии нарисовать. Я долго думал, что с этим делать. У меня изначально худ просто исчезал, когда котик до облаков долетал. Но потом я сделал что-то вот такое. Вот. Ну, потому что одновременно их нарисовать никак нельзя. Еще чуть дальше? Повыше в смысле? Ну, тогда как-то они слишком оторваны от игрового экрана. Это выглядело в жизни не очень. Они где-то совсем там наверху были. Поэтому. А чем нарисовать плашку черного цвета? У нас либо задний фон, либо спрайты. Это спрайты. Задний фон занят и места особо не остается. Ну, а со спрайтами приходится вот такие коллизии проворачивать. Поэтому. Не, вертикальной прокрутки нет. А, на облаках черную плашку сделать не получится, потому что высота сердечек больше 8. И поэтому придется делать так, чтобы облака прокручивались, а текст не прокручивался. И это один и тот же слой. Поэтому не удастся. Такой прием. Ну вот. Ну и понятно, есть люди, которые делают это лучше. Вот так выглядит пример спрайт-мультиплексинг настоящего трушного коммодоровского кодера. Вот. Вот такой здоровенный спрайт скачет по экрану. И он сделан с помощью подобной техники. Переиспользуются одни и те же аппаратные спрайты, чтобы нарисовать здоровенный программ. Вот. Теперь о том, откуда вообще взялись спрайты на бордюрах. Дело в том, что у коммодора на бордюре рисовать нельзя. Если вы попробуете поместить туда спрайт, он спрячется за бордюром. Вот эта вот рамка вокруг экрана. Поэтому, чтобы там что-то нарисовать, его придется отключить. К счастью, на коммодоре это делается очень легко с помощью магии и растровых прерываний. Делается это следующим образом. У коммодора можно управлять высотой экрана. Либо 24 символа, либо 25. Происходит следующее. Бордюры рисуются либо начиная с 246 линии, либо с 250, в зависимости от высоты экрана. Вот. Поэтому, чтобы отключить бордюры, делаем следующее. Где-то между этими линиями вставляем растровое прерывание. Значит, до растрового прерывания мы говорим, что у нас высота экрана 25 символов. Видеоконтроллер бежит, 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 рисует, рисует, рисует экран. Доходит до 246 линии. Такое, а какая у нас высота экрана? Ага, 24 символа, значит мы… Ой, 25. Значит, мы бордюр еще не начинаем рисовать. Начнем его рисовать там, пониже. Потом выстреливает наше растровое прерывание. И мы говорим, что у нас сейчас тут высота экрана теперь 24 символа, а не 25. Видеоконтроллер бежит дальше, бежит, бежит, бежит Добегает до 250 линии Такой, ага, какая у нас высота экрана 24 символа Значит мы бордюр начали рисовать уже там сверху Сейчас рисовать его не будем И поэтому бордюр не начинает рисоваться в принципе Это приводит к тому, что он исчезает Но чтобы это продолжало работать Надо этот трюк повторять на каждом кадре Мы на каждом кадре сбрасываем высоту на 25 Потом снова на 24 И это приводит к тому, что бордюр исчезает И на этом бордюре теперь можно рисовать Но только спрайты Что нам в общем-то и нужно Поэтому вот худ рисуется таким образом Вот, так В целом примерно я думаю теперь понятно На что способен Commodore 64 Поэтому расскажу еще про несколько Уже ближе к геймплею вещей Которые С которыми пришлось побороться В процессе написания игры Да? Там картинка x3 Вы это имеете в виду? То есть Ну можно, да, конечно можно так сделать Но мы можем рисовать либо текст Либо спрайты Чтобы рисовать текст Надо, чтобы он находился где-то на экране В таком случае он будет находиться на том же слое Что и остальной игровой экран И поэтому нужно будет сделать так Чтобы игровой экран прокручивался А этот текст нет И вот это проблемно У нас отнимается полезное место на экране Вот, поэтому в итоге решили их сделать спрайтами К тому же они в итоге занимают не так много места Один спрайт 64 байта занимает Для того, чтобы нарисовать сердечки И когда игрок умирает Там рисуется такое пустое сердечко Незаполненное Пришлось, по-моему, потратить Три спрайта Два сердечка заполненных Одно полное, одно пустое И два сердечка пустых По-моему, вот из этой комбинации Удалось собрать Всю линейку Во всех возможных состояниях Ну, в зависимости от количества жизней Вот Враги рисуются текстом Потому что они статичные Они никуда не ходят Они у меня стоят на местах Вот, да, это ограничение Но можно его оправдать тем Что в первой версии игры Враги тоже были статичными Они просто стояли и стреляли А вот пули летящие Да, их уже пришлось нарисовать спрайтами Но поскольку у котика Четыре спрайта отданы на котика Два спрайта отданы на его тельце Когда он переносит И еще два спрайта остаются под пули Вот Да, придется что-то еще придумывать Придется делать более хитрый Спрайт мультиплексинг Была идея ужать котика в два спрайта То есть одни и те же спрайты И переиспользовать для того Чтобы нарисовать верхнюю половину котика Нижнюю половину котика И тогда у нас шесть спрайтов Освобождается под все остальные Игровые объекты Я экспериментировал с этим кодом Но пока что эти эксперименты Ничем не привели Я думаю, что я не буду этим заниматься До релиза Может быть в какой-нибудь следующей игре Если до этого дела дойдет Что-нибудь такое сделаю В этой нет Вторая часть может быть Вот Что ж Теперь про одну из основных механик Перетаскивание тел Значит у котика 9 жизней Поэтому на экране потенциально Может находиться 9 трупиков И каждый из этих трупиков Надо перетаскивать То есть каждый из трупиков Должен как-то плавненько Перемещаться по экрану И поэтому его надо вроде бы Рисовать спрайтами Но спрайтов всего 8 И поэтому все трупики Спрайтами нарисовать невозможно В итоге пришлось сделать Следующим образом Когда трупик лежит И никого не трогает Он рисуется текстом Просто фоновая картинка Когда мы подходим к трупику Нажимаем кнопочку вниз Чтобы его взять Он превращается на лету в спрайт Мы убираем трупик из текста На его месте рисуем кирпичи На этом же месте рисуем спрайт И котик перемещает спрайт Потом его куда-нибудь кидает И этот спрайт снова превращается В данные уровни С этим кодом пришлось попотеть Потому что у нас за спрайтом Находятся еще какие-то фоновые Декоративные объекты И пришлось сделать так Что когда мы котика рисуем Мы эти декоративные объекты убираем Сохраняем куда-нибудь в память А когда мы этого котика снова подбираем Нужно котика убрать А то, что на его месте лежало Снова на экране нарисовать Пришлось с этим немножко повозиться Но в итоге выглядит достаточно ок Еще один момент Из-за того, что у меня прокручивается уровень И он высотой Ну вот это вот три слоя прокрутки Уровень высотой всего лишь 16 На верхнюю часть уровня Нельзя положить трупик То есть мы возьмем его в лапы Понесем и поставим на противника Не удастся этого сделать Потому что в таком случае Трупик будет выходить за пределы уровня Как жить? В первой версии игры я просто сделал Чтобы он исчезал Ну никак это не обойти Блин, ну он туда не влезет Вот, поэтому мы просто его туда кладем И он исчезает Выглядит странно Выглядит как будто баг И пришлось подумать о том Как же сделать, чтобы это выглядело Не совсем как баг Возникла идея сделать анимацию Значит, кидаем трупик на верхнюю часть уровня И, мол, нельзя его сюда положить Надо как-то это игроку показать И у меня трупик, вот возникла такая идея Он начинает куда-то в небо уноситься И растворяется постепенно Думаю, ну ладно, хорошо Окей, улетает, растворяется Зашибись, классно Как это запрограммировать? Как сделать, чтобы он Как сделать вот эту анимацию растворения? Ну, логично Нам нужно на каждом кадре выбивать Из котика несколько, ой, из трупика несколько пикселей Чтобы постепенно он превращался в ничто Как это сделать? Ну, блин, наверное, какой-то рандомный генератор нужен Чтобы он там рандомные пиксели выбивал Как же это сделать? А как же мы гарантируем, что к концу этой анимации Мы выбьем каждый пиксель, если это рандом? Думал я что-то, думал, думал, думал И тут, ну, не знаю Я не очень какой-то там мощный кодер Поэтому для меня, ну, для вас это, наверное, фигня Для меня это было просто вот открытие, взрыв мозга Где-то на затворках сознания Вспомнился первый курс То ли, ну, в универ, то ли матан, то ли алгебра Я уже не помню И вот такое понятие, как первообразный корень И я осознал, блин, это же можно сделать элементарно Короче, у нас, напомню вообще, что это такое У нас есть два числа Они взаимно простые То есть у них общий делитель один Одно на другое, ну, наибольший общий делитель единица И если мы возьмем меньшее число И будем складывать его само собой По модулю большего числа То в итоге мы переберем все числа От нуля до большее число минус один Каждое из этих чисел встретится ровно один раз И, в общем-то, это то, что мне было нужно Котик 64 байта Или умножаем на 8 512 пикселей Ну, один спрайт Поэтому мы берем какое-нибудь число Например, 17 У которого взаимно простое с 512 И начинаем выбивать из спрайта Это каждый 17 пиксель, например И это приводит к тому, что мы гарантированно все пиксели Ну, каждый 17 по модулю 512 Это гарантирует, что мы пройдемся по этому спрайту И каждый пиксель выбьем ровно один раз И таким образом мы добьемся идеальной анимации растворения кота В итоге это выглядит вот так А, это же уже была Да, пардон В итоге он растворяется Классно, хорошо Ну, и он еще на небо улетает Вот улетел и растворился Теперь хотя бы понятно, что это не баг Да, это не очень изящно Но хотя бы понятно, что вот так Кстати, эта анимация пригодилась и еще в некоторых случаях Потому что у котика размер 3х4 блока А у трупика 4х2 У них разный геометрический размер Поэтому если котик забьется в какую-нибудь дыру и умрет там Не факт, что на месте котика можно будет вообще поместить труп на уровень То есть он может не поместиться туда Что же в этом случае делать? Неужели труп будет выламывать стены? Это нежелательно Поэтому вот такую же анимацию я переиспользовал еще и в этом случае Если на месте, где умер котик, нельзя положить его тельцем Вот Так Ах да, еще вот эта штука Да Система паролей В общем В игре К моменту там в середине Ближе уже к середине разработки Появилось уже довольно много уровней И проходить все заново стало как-то не очень Поэтому я думал о том, как же сделать сохранение Можно записывать их на картридж Или на дискету Но я думал о том, что еще можно на ленте сделать релиз Где ты в общем-то ничего никуда не можешь записать И у тебя все должно быть в оперативе распаковано В общем решил сделать как в старые времена систему паролей Чтобы данные о том, на каком-то уровне Сколько раз ты умер и сколько времени ты на это потратил Записывались и на их основании генерировалась какая-то строчка Ты вбиваешь эту строчку и с этого места начинаешь Но потом включился этот нежелательный перфекционизм Я вспомнил, что я учился на компьютерной безопасности Вот эта вся фигня И подумал, блин, а как же будет неинтересно Если люди догадаются, как в этой строчке закодирован пароль Надо же сделать так, чтобы он там как-то хитро перемешивался Опять же где-то на задворотах сознания вспомнился термин Лавинный эффект То есть изменение одного бита в входной последовательности Должно приводить к непредсказуемым изменениям Рандомного числа бит в выходной последовательности В общем думал, я думал, что-то я заморочился Наколбасил целую кучу кода Какого-то непонятного Но в итоге это привело к тому, что пароли Ну информация о текущем уровне О количестве жизни, о времени прохождения Все это запишивается в пароль Каким-то непонятным образом кодируется И выдается игроку Здесь несколько паролей В каждом из них отличается только одно игровое значение По-моему там секунды отличаются Или количество жизни, я уж не помню Короче, только одно игровое значение Отличается в этих паролях Ну и они на выходе, к счастью Не так уж и сильно друг на друга похожи Так что я надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь Расковыряет это, поймет, как это устроено Вот, взломает эту систему Будет очень классно А пока что этого не произошло Система паролей используется еще и для вот такой штуки Для онлайн таблицы рекордов Когда вы проходите игру, вам показывают пароль И QR-код, вы переходите на сайт И вбиваете пароль И попадаете в таблицу рекордов Вот, пригодилось То есть я не сразу додумался до такой штуки Но со временем подумал, что, блин, а почему бы И не добавить вот такое, раз у нас уже есть пароли В которых закодирована информация о том, ну, в общем, как ты прошел игру Вот Ну да, да То есть зашел на сайт с таблицы рекордов Вбейте за сколько времени вы прошли игру и сколько жизней вы потратили Вот такое, ну вот И тут как поперло или как там в анекдоте было про джентльменов Вот Что ж, ну и еще немножко поговорим про загрузку уровней Они в распакованном виде занимают 16 на 256 тайлов Или 4 килобайта А всего у Commodore их 64 оператива А я хотел опять же, вот релиз может быть на пленке Где все надо затолкать в оперативу И уже потом выполнять код И поэтому я захотел все уровни и всю игру затолкать в 64 килобайта А для этого уровня пришлось немножечко пожать В итоге они хранятся так Во-первых, уровень пожат LZ77 Вот такая вот штука При загрузке уровня распаковывается И, ну, в память, которая используется под данный уровень Причем удалось с 4 килобайт пожать где-то там, ну, до пары сотен байт То есть он жмется довольно-таки неплохо Но после первой распаковки уровень выглядит не совсем так, как в игре Надо его еще немножечко причесать Сделано это было для того, чтобы оно лучше сжалось Итак, во-первых, надо нарисовать красивую обводочку для платформы Поэтому мы проходимся по распакованному уровню еще раз Смотрим на каждый тайл платформы Смотрим, есть ли у него соседи сверху, снизу, слева, справа И в зависимости от этого мы рисуем платформу с обводочкой Там один угол заштрихован, или другой заштрихован, или вверх, или низ, или вообще не заштрихован Вот рисуем обводку для платформы Вторым шагом мы распаковываем разные декоративные объекты Они хранятся в отдельной таблице, просто в конце уровня Написан ID-шник объекта и его координаты И вот мы проходимся по этой таблице Достаем наши декоративные объекты, которые хранятся в ресурсах игры И как штампиками проставляем их на уровни Потому что если бы эти объекты лежали в данных уровнях, оно бы хуже сжалось Поэтому вот так делаем Ну и третий этап Надо нарисовать вот эту текстуру кирпичей Опять же проходимся по уровню еще раз И рисуем текстуру там, где нет платформ, либо декоративных объектов В итоге, чтобы один уровень распаковать, нам надо пройтись по этим данным 4 раза Что довольно долго, а у нас процессор всего лишь на 1 МГц И он всего лишь 8-битный, и это, конечно, капец Но, блин, когда я это написал А я повторюсь, я там не какой-то сверх кодер Ну, понятно, что там у меня неоптимально все это написано Кое-как, лишь бы работало Но насколько же мы привыкли к тому, что наши компы сегодня тормозят У нас какие-то по меркам 70-х суперкомпьютеры внутри Телефона, внутри телефона суперкомпьютер А все тормозит, как не в себя Потому что мы за долгие годы, за 50 лет эволюции программистов Мы куда-то деградируем Мы навернули столько слоев абстракции Что мы даже не видим за ними железо И если все эти слои вот так вот сорвать И работать напрямую с железом То даже тупой алгоритм, даже на очень старом процессоре Работает удивительно быстро Кажется, что вот это будет жеваться, ну я не знаю, минуту или больше Но на самом деле Один уровень разжимается где-то за 0,4 секунды Вот это вот все Оно проходит буквально вот так В игре есть возможность активировать читы И активировать пропуск уровня по кнопке И вот ты кнопку нажимаешь И почти сразу же появляется следующий уровень Они пропускаются довольно быстро И в итоге 27 уровней Умножаем на 4 килобайта Вот столько это 110 что ли или типа того Все это сжалось до 11 килобайт 27 уровней, вот столько места занимает Ну и опять же повторюсь, это не предел Можно и получше пожать, и побыстрее распаковывать Но мне показалось это достаточно Хорошим сжатием уровней И я на этом успокоился Вот, пару слов про изготовление картриджей Да, когда уже стал дописывать игру Возник вопрос, а что же ты будешь делать Как ты будешь это распространять И почему-то включился дурацкий какой-то перфекционизм И я решил, ну картриджи, конечно картриджи А что, какие еще варианты Буду сам их делать, паять, ух, как я Да, ну сейчас уже не так уверен Тем не менее я этот путь тоже прошел Итак, значит за основу взят вот такая схема Называется Magic Desk Сюда подключается большой ROM чип На 64 килобайта или даже больше Вплоть до 512 И данные оттуда загружаются в оперативную память В качестве софта был взят вот такой загрузчик Который позволяет на эту микросхему Запихивать несколько игр подряд Но я его переписал, чтобы он грузил Только одну игру, мою И пришлось его еще немножечко допилить Сейчас расскажу, как именно Значит, в чем проблема загрузки игры с картриджем Когда мы картридж втыкаем в Commodore Он подгружается в то же самое адресное пространство Что и вся остальная оперативная память И можно за один раз засунуть в адресное пространство Всего 16 килобайт картриджа А я хочу все 64 Я хочу, чтобы у меня игра целиком из картриджа Распаковалась в оперативную память Для этого приходится делать так Чтобы мы загружали данные Копировали из картриджа в оперативу По страничным Поэтому мы берем байтик из ROM Кладем его в оперативу Берем следующий байтик, кладем в оперативу Дошли до конца страницы ROM картриджа Переключаемся на следующую страницу И повторяем этот процесс Возникает вопрос Вот мы вот это все прекрасно делаем А потом мы доходим до распаковки Вот этого куска памяти А у нас там в адресном пространстве Не оператива У нас там регистр периферийных устройств Если туда что-то записать случайно Это приведет к неописуемым последствиям Просто все взорвется Поэтому туда писать не надо По идее надо сделать так Чтобы когда мы сюда писали У нас этот кусок адресного пространства Отключался Но это приведет к тому Что ее можно отключить Но это приведет к тому Что отключится еще и картридж ROM И мы его не увидим в адресном пространстве Поэтому конечно можно было бы Как-то это оптимально сделать Вот этот кусок Сначала в оперативную память целиком положить Потом все это отключить Потом это записать в оперативку Считаю уже под конец Уже ничего не хотелось Поэтому происходит вот так Я каждый байтик читаю Отключаю вот это вот все Пишу в оперативу Подключаю это все обратно Читаю, отключаю, пишу в оперативу Вообще не оптимально Отвратительно Грязный код Мне за него очень стыдно Но тем не менее Поскольку никаких прослоек Абстракции нет Все пишется на железе Картридж После того, как мы его воткнули Включили компьютер Игра загружается с картриджа Вот таким неоптимальным образом За три секунды Что в целом Ну как бы сойдет Но может быть если руки дойдут Я как-нибудь это еще оптимизирую И перепишу Вот Интересно, что корпуса для картриджей Удалось найти не на каком-то там Алиэкспрессе Их там нет Я их нашел в интернет-магазине Радиодеталей в России Они были в наличии Какие-то польские чуваки Выпускают целую кучу разных Корпусов для электроники И у них среди того, что они делают Есть картридж для Commodore 64 И видимо кто-то закупался И закупил сразу все Весь набор того, что они делают И таким образом В наших магазинах радиодеталей В интернет-магазинах Можно вот это вот найти Я был очень удивлен Но тем не менее Вот это я использую в качестве корпуса Антон Попов Тимофей нарисовал очень классную Наклеечку для картриджа Антон Попов это распечатал И в итоге вот из этих всех компонентов Удалось собрать Слепить вот такую штуку Скорее всего в финале Оно будет вот примерно так же и выглядеть Вот Ну и конечно в процессе Приходилось сталкиваться С огромным количеством багов Я с ними воевал Воевал и мне кажется Я еще не все победил Ну в общем-то это в любой разработке так Поэтому да Местами было очень эпично Местами Хотелось страдать Ну вот И еще пару вещей Которые До релиза уже не дошли Они когда-то были Но потом их пришлось убрать Во-первых Когда мы только начали делать игру И у нас еще не было финальной графики Я спросил у Тимофея Блин, Тимофей А какого размера будет персонаж Когда он будет туловым лежать И Тимофей такой 20 пикселей высота А 20 оно как бы на 8 Нацело не делится 20 делить на 8 Это 2, блин, с половиной Поэтому в коде Пришлось предусмотреть То, что высота трупика У нас может быть Пол тайла И пришлось модифицировать Платформер с поддержкой полу тайлов Но это пол беды Дело в том, что трупики Их еще можно друг на друга складывать И что будет, если вот эти вот Нижняя половинка тайла Стретится вот с верхней половинкой тайла От другого котика Пришлось предусмотреть Какие-то нарисовать промежуточные тайлы Где нижняя половинка от одного Верхняя половинка от другого Но, блин, это же еще и не самая большая проблема Дело в том, что их можно положить Друг на друга со сдвигом Их сдвинуть можно относительно друг друга Поэтому существует Экспериментально выяснилось И пришлось это запрограммировать Существует 16 вариантов промежуточных тайлов Где нижняя половинка взята от одного тельца Верхняя половинка от другого И когда мы один трупик кладем на другого Надо вот это все просчитать И нарисовать правильные полутайлы Там, где два трупика соприкасаются Я это пару месяцев писал Героически наколбасил Вот, мы стали натягивать финальную графику Приходит Тимофей и говорит Блин, 20 не классно Давай 16 сделаем И все это за вечер За вечер я с таким удовольствием Все это выкинул из проекта Господи, как это было классно Вот, но в итоге у нас вот трупики высотой 16 И вот это все теперь не нужно Вот, и еще одна штука, которую я делал Но потом от нее отказался Это еще один слой параллакса Если вы обратите внимание Кирпичи крутятся быстрее, чем город Но медленнее, чем уровень Выглядит довольно прикольно Но если играть медленно Короче, местами оно дерганно так немножечко выглядит Поэтому пришлось от этой идеи отказаться Ну а сделано было довольно легко Сделано было текстом У нас текстура кирпичей лежит Вот в этом блоке в чарсете 2х4 И когда мы куда-нибудь прокручиваем уровень Мы на лету обновляем чарсет Мы вот эти вот вертикальные черточки стираем И рисуем их чуть левее или чуть правее И это приводит к тому, что вся наша текстурированная стена По ощущениям как будто бы тоже куда-то едет Вот, такая несложная, довольно интересная техника Мне до сих пор нравится Но все-таки вот вживую как-то не так прикольно Поэтому я от этого отказался Но кнопочка, есть хитрая секретная кнопочка В игре, на которую можно нажать И вот эта прокрутка включится Вот, ну и да, эта техника все-таки пригодилась Обновление чарсета на лету Потому что с помощью этой техники нарисовали мух Которые летают над лежачим тельцем Это тоже обновление чарсета в рантайме на лету Вот, игра почти дописана Но что-то еще будет туда добавляться В основном левел дизайн Может еще какие-то фиксы Поэтому вы можете в телеге найти чатик с деблогом Канал с деблогом Либо можно просто его открыть И пролистать, вот посмотреть историю создания Которую я выжал 45 минут Развернуть ее обратно на пару лет И посмотреть как все это было Вот, большое спасибо Пожалуйста, ваши вопросы Давайте посмотрим на анимацию дног Вопрос к Тимофею Тимофей есть в зале? Нам нужен Тимофей Так Какую-нибудь картиночку, пожалуйста Где он ходит Тут он прыгает Во Тимофей А Ну, вот это Это анимация прыжка Просто он здесь почти не ходит Он в основном прыгает Можем посмотреть Как это будет выглядеть на комоде Именно когда он уйдет Подумать еще Вот Спасибо Надо обратить внимание Да, игра есть В нее можно поиграть Она находится там, где Ретро ТВ студия Вот это вот все оборудование Рядом стоит Комодор 64 ПВМ Там запущена игра Не ограничиваемся Да Да, в целом можно так сделать И это даже, наверное, предпочтительнее Просто у меня в голове сидела мысль Что я хочу, чтобы игра была максимально универсальной И ее можно было загружать вообще со всего Хоть с кассеты, хоть с картриджа Хоть с дискеты Хоть на эмуляторе ПРГшку подгружать Как угодно И поэтому у меня изначально был план И я бы придерживался Распаковать все в оперативную память Чтобы игра целиком Помещалась в оперативной памяти И, соответственно, все уровни тоже Хотя, наверное, в следующих релизах Если их изначально затачивать Под конкретный носитель Наверное, можно будет использовать Особенности носителя То, что там много памяти И докинуть еще там и уровни ресурсов Там еще что-нибудь Ой, конечно, надежды есть Но понятно, что Они очень призрачны История была такая Игра вышла сначала В рамках конкурса Яндекс Ретро Геймс Баттл Чисто как хобби И я думал, что ничего больше Я с ней делать не буду Потом написали чуваки Из журнала Zep64 Они говорят Слушай, а давай ты допилишь игру И мы ее вместе с выпуском Нашего журнала тоже покажем Я говорю, ну ладно Я ее допилил А потом мне говорят Слушай, а ты не хочешь ее коммерциализировать? Я говорю, ну не знаю Они говорят А у нас есть выход на издатель Ну этот Сайтроник Вот Я говорю, ну не знаю Ну вот Я не знаю до сих пор Ну мысли есть Здесь там картриджи наделать Друзьям Раздать И там не знаю Там мелкосерийное производство 20 картриджей в год Вот А цифровая Есть чат в телеге Комодоровский Я только недавно о нем узнал И попал туда Вот там 103 человека Вот Возможно Да, у 50 из них есть Комодоры И я смогу продать 50 картриджей А может быть и нет Кому? А Он сейчас в основном фанат игр Которые делают под его новый компуктер Командер X16 Он говорит Присылайте игры Я про них что-нибудь расскажу И так далее Комодовский Ну показать можно Я думаю он даже ответит на email Я насколько понял Он по почте Ну так Нормально общается Всем отвечает Но вряд ли он как-то это Знаете Осветит Поэтому Сомневаюсь Ну да Попытка не пытка Да Ну на эмуляторе конечно Эмулятор Vice Он довольно неплохо Эмулирует Железо Довольно близко к правде Даже различные артефакты Когда там что-то Вот я немножко С регистром прокрутки Неправильно поработал Оно начало артефачить И вот оно на эмуляторе Артефачило Так же как на железе Один в один Я очень удивился Вот Ну естественно Я периодически на железе Это тоже проверяю В целом Это финальный этап Тестирования билда Я его на эмуляторе погонял На картридж записал Открыл Работает Ну все Распространенный дискер Последний А у меня дисковода нет Ну можно Но она еще не доделана Вот надо дописать Еще вот уровни Надо что-то над ними подумать Конечно бесконечно Но я уже решил Что новые фичи выкатывать не буду Поэтому это уже немножко Другого порядка бесконечности Не знаю Я надеюсь что Я когда-нибудь решусь поставить точку И вот Блин Блин Ну давайте парочку запишем Давайте запишем парочку У меня есть PRG У вас с собой комод? И дисковод? У меня тоже комфа и SD карта Ну в общем Не знаю Давайте попробуем записать Парочку Спасибо Да Ну что ж Вроде вопросов больше нет Еще раз А Да Одно и то же Но у 6510 Есть возможность Как раз таки Ну там есть так называемый ИО порт Нулевой первый адрес Если туда что-то писать Вот в комоде Это приводит к тому Что отключаются банки Там kernel ROM Basic ИО Вот это можно отключать Через этот самый ИО порт Это основное отличие То есть на ВИК-20 На предыдущей машине От комода Не было такого И поэтому там адресное пространство Было Ну Гвоздями прибито К разным Там оператива ROM и так далее А у комода Можно это отрубать Поэтому все 64 килобайта Доступны как Ну под оперативом Вот Да Воу Я такого не умею Я все еще Я все еще Очень-очень Так Не все Не все техники Комода изучил Не знал даже Что так можно Я думаю Что он умеет Я просто Об этом действительно Раньше не слышал О том Что это можно использовать Жесть Понимаю Вот это жесть Ну не знаю Вряд ли Ну я Сторонник того Что любой релиз Должен быть максимально Универсальным Это не демомейкерский подход А скорее Такой Ну Игроразработческий Геймдевелоперский Вот Я стремлюсь Сделать релиз Максимально универсальным Отсюда этот подход От того Что все должно В оперативу распаковываться И так далее Поэтому не знаю Буду ли заниматься Такой фичей Под Ну и урезать Таким образом Размер аудитории И так небольшой Дополнительно Ну может быть Но тоже Не приоритетно Время хочется Потратить на То что принесет Пользу Сей аудитории Поэтому Сложно сказать Ну в качестве эксперимента Попробовать однозначно Стоит Я даже об этом не знал Спасибо что рассказали Ну да А вот это вот Пай 1541 Она умеет эмулировать Вот это вот Многопроцессорность Не знаете Не пробовали запускать Что-нибудь Я слышал Что это вроде как Точная штука Там цикл в цикл Эмулирует Настоящий дисковод Поэтому там Всякие лодеры Работают корректно Ну вот Ну понятно Ну да Но тогда Такого не добиться Да У меня просто Дисковода нет Если этот Пай 1541 Я думал Блин Может получится Но видимо не сработает Да Окей Ну хорошо Если еще что-то хотите Можем в Куларкс Побеседовать Я буду рядом с этим компом Вот большое спасибо Еще раз За внимание